Ну, приятненько расскажу. Я сегодня записывала два интервью, я их опубликую, посмотрите. Один дядечка из Нью-Йорка, один очень интересный мужчина из Нью-Йорка, Кейстофер, он занимается, ну, как наш самодат, то есть он, получается, тот человек, который ведет свадебную церемонию, произносит тосты, руководитель такой. У него в анамнезе 600 браков, которые он заключил. Удивительно, харизматично, это вы увидите, у нас был такой разговор, мы там и веселились, и хохотали, у нас там все было. И очень хороший английский, даже для английского послушать, Нью-Йорк очень хорошо, очень чисто говорит. Вот, и я ему задала первый вопрос о том, что, не, вернее, он сам начал говорить о том, что вот эти 600 пар, у счастливых пар, что есть общего? Так вот, у счастливых пар, которые он поженил, которые явно было видно, что они счастливые, общее было то, что они абсолютно приняли условие не менять партнера. Он даже сказал, что он заметил обратное, что, например, у нас, помните, были такие вебинары, что ты не должен спортом заниматься, ты не должен что-то там еще ходить, мы пытаемся мальчиков наших, это самое, отрихтовать немножко. А там он, наоборот, сказал, что у счастливых пар, если он занимается спортом, чтобы с ним побольше времени провести, она куда-то пойдет и сама втягивается. Или она чем-то занимается, он там раз пришел, два пришел и втянулся. То есть, в принципе, с его позиции, как человека, который заключил, провел, вернее, 600 свадеб, он сказал, что очень важный такой момент, у которого у всех был абсолютно одинаковый, это принятие факта, что мы своего партнера не меняем. Мы с вами другим языком говорим, зафиксировали момент, в котором мы его любим, готовы ли мы его в этом состоянии любить и дальше. И понимание, что если мы начнем вот от этого зафиксированного момента, куда-то что-то от него требовать, чтобы он что-то перестал делать, то получается, что этот зафиксированный момент поменяется, потому что мужчина станет другой личностью. Будем ли мы любить эту другую личность? Поэтому фиксируй момент и партнеров не иметь.